добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики давайте вновь вернемся к той батареи которая была героем предыдущего ролика и в котором я объяснял причину того что с этой батареи не стоит дальше работать но в комментариях мои подписчики написали что можно эту батарейку еще потренировать и она как бы будет поактивнее то что эта батарейка сможет у нас крутить падение до 9 вольт это ерунда дело в том что вот эта батарея будет стоять на вернее эту батарею планировали поставить на трактор это т-16 по моему вот это попрошайка кузовок спереди которые и там чтобы провернуть этот двигатель нужно минимум 150 ампер пускового тока вот у нас такие параметры батарея заряжена она уже больше суток простояла еще нрц 1280 сопротивление 3305 давайте запомним эти параметры и попробуем его потренировать как многие советуют и посмотрим принесет ли нам это тренировка какое-то продвижение тренировать буду на выпили 55 сейчас установлю и включу заряд привозили панель от атаки занимался с панелью клиент сидел рядом поэтому не удалось записать начало нашей тренировки ну давайте я вам покажу настроечки значит ток установил 7 6 ампер 5 процентов от емкости дело в том что я повешал нагрузочку и напряжение 14 и 8 так и нижнее напряжение 13 вольт как видим отработали мы сколько сколько там идет заряд время заряда час 15 очень легко до бегает долетает до 14 8 вольт на пяти процентов вот нагрузочка один амперчик 11 амперов и сейчас мы для того чтобы немножечко разогнать будем ставить уже 14 9 вот поставил 14 9 ну-ка посмотрим как будет проходить наша тренировка часа три сегодня поработаем в режиме тренировочки и сразу с ними показатели посмотрим есть смысл заниматься нет с этой батареи и так времени прошло сейчас 50 почти час 47 выпил нам подсказывают что заряд окончен ну мы продолжим тренировочку и будем смотреть как быстро подгребает напряжение 14 9 вольт как только она до гребет до 14 9 я поставлю 15 вольт 14 7 довольно таки долго вот произошла отсечка давайте ставим 15 вольт и посмотрим как будет добираться до 15 вольт и и принципе тренировка на более-менее рабочих сульфатированных батареях такая тренировка иногда приносит успех иногда но случай с нашей батареи мы посмотрим на результат и будем решать имеет смысл вот таким заниматься занятием заниматься занятием таким или нет друзья потренировали батарейку 3 часа 25 минут именно такую тренировку наверное многие хотели увидеть у меня на моем канале как это все выглядит давайте сделаем отключаем зарядник и будем делать замерчик блин сейчас свет включу будем делать замерчик тестером сделаем некорректный сразу замер тестером после зарядки и что нам дала вот эта тренировка и также сделала замер завтра с утречка после отстоя и посмотрим на динамику что нам дала вот такая тренировка который многие говорят многие советуют ее сделать давайте глянем так 890 амперчиков я надеюсь вы запомнили предыдущие показатели ой 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 какое продвижение было 85 по моему да стало 87 ампер 2 ампера мы добавили с помощью такой тренировочки ну давайте подождем когда батарея отстоится и сделаем еще один замер завтра и посмотрим на целебное воскрешение тренировочного цикла ну как то так друзья я опять лишний раз хочу вам продемонстрировать это наглядно любые тренировки любые разгоны они иногда в очень кратких крат не кратких крайних случаях иногда приносит эффект небольшой но и и как-нибудь я вам продемонстрирую когда-нибудь когда представится случай но оптимальная оптимальная работа как я уже говорил неоднократно это зарядка в один прогон либо дробление на несколько стадий или циклов как вам удобнее будет предзаряд основной заряд и до заряда для поднятия плотности но тренировки друзья тренировки эффект по крайней мере положительный как правило не приносят как то так пока завтра еще один замещик сделаем и вот такой ролик у нас будет получаться отстоялась батарейка 16 часов и давайте будем делать замерчики что же нам дала тренировка которую так рекомендуют мне мои подписчики обычные так у нас пятьсот восемьсот девяносто восемьсот девяносто восемьсот девяносто ампер так ну видим положительную динамику после отстоя у нас восемьдесят шесть ампер пускового тока вот сох почему-то так и остался на нуле до тренировки у нас было 85 ампер сейчас 86 ну отличный результат только я не знаю что это батарейка сможет крутить но она сейчас не прокрутить даже скутер вот это вот здоровая батарейка предвижу что появится сейчас хейтеры или как там по-другому называется эксперты которые напишут отчетом для этой батареи три часа тренировки батарейка то большая надо было потренировать ее там сутки может двое друзья я на это могу сказать одно единственное что если в яйцах нету мочи не помогут даже сочи поэтому убивать свое время отнимать ваши ну на моем канале по крайней мере вы хайпа ради какого-то выебона не найдете друзья не надо на моем канале искать какие-то приемщики которые якобы восстановят смогут восстановить аккумулятор чудес не бывает друзья и в предыдущем ролике я уже показал сказал что с этой батареи не стоит заморачиваться не стоит терять время если какие-то варианты есть я вам это показываю и показываю как сделать это эффективней с наименьшими потерями для того чтобы добиться основной цели основная цель моей работы это раскрыть батарею для того чтобы она смогла крутить двигатель автомобиля чтобы она могла заводить и исходя из этого параметры по окончанию работы могут быть самые различные но я деньги беру за то что и каждому клиенту стараюсь объяснить при при конкретно каких условиях батарея будет работать и конечно стараюсь чтобы не было какого-то хайпа бесполезных советов ну типа вот как мне на ватсап там скидывают посмотри пожалуйста вот здесь гений аккумуляторщик который естественно посмотрел зачем вводить в заблуждение столько у него я смотрю столько очень много подписчиков просмотров такую аудиторию зачем наебывать друзья включайте логику если человек абсолютно безграмотный сливает электролит с аккумулятором заливает все банки водой одну которая якобы замкнутая электролитом и говорит вот друзья весь заряд теперь пойдет в эту банку да ты ебанулся друган блин ну как это весь заряд пойдет в эту банку из-за того что там и верят и кричат блин мужик ты же гений ты же спас а результат-то он не показал и по итогу ролика продолжен свой наебон в том что вот эта батарея она работает она всю зиму там отработала ну ты покажи ее покажи ее в деле блять че ну много могу примеров привести ребят не надо меня тыкать вот в такие ролики беспонтовые повторюсь сделаны только ради того чтобы набрать просмотры друзья для меня важна та аудитория которая меня понимает и для которой мыслящая аудитория которая пытается в чем-то разобраться опять же повторюсь включает логику обычную логику которая ходит по на границе знаний и здравого смысла ну что друзья вот такой интересный неинтересный ролик получился так что друзья повторюсь есть ли в яйцах нету мочи не помогут вам и сочи так что не пытайтесь там кого-то убедить что можно воскресить батарею да я стараюсь обходить выражение такое выражение как восстановление аккумулятора стороной моя работа заключается в обслуживании аккумуляторных батарей ничего более потому как я вот такое может то подумать что я пессимист не верю я в чудеса ребят и здраво смотрю на вещи своими большими глазами широко раскрытыми глазами иногда иногда глаза у меня сужаются и при том потоке который бывает у меня не всегда но бывает потоки аккумуляторов ну я какое-то право имею говорить какая батарея сможет работать какая-то а какая какую нужно браковывать как в данном случае и что еще с утра когда в голове готовил речь свою чтобы толкнуть было много мыслей а как только начинаю говорить они куда они деваются ну чтобы это было более наглядно сейчас пол 11 утра батарейка на самом деле отстоялась и параметры от этого от вчерашнего драчевого никак не поменялись и не поменяются повторюсь чудес не бывает ладно друзья не буду вытягивать этот ролик до беспредела хочу пожелать всем здоровья удачи в работе берегите свои батарейки всем пока